Сегодня в Воронеже активно реализуется проект «Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи». В его рамках проводятся различные мероприятия по финансовой грамотности для школьников и студентов. Помогает в этом организатор мероприятий по финансовой грамотности для взрослых и детей, куратор недели, а также автор проекта «Школа будущего банкира» Ирина Ишмуратова. 14 по 22 марта по всей стране идет всероссийская акция «Неделя финансовой грамотности для школьников и для студентов». И в рамках этого мероприятия мы, взрослые эксперты финансовой сферы, приготовили для них кучу всего интересного. Например, это экскурсии в финансовые организации, например, банки, налоговые, пенсионные фонды. Это какие-то мероприятия, когда сами школьники приходят в гости, мы приходим к школьникам или в вузы и читаем лекции. И разного рода конкурсы, конкурсы эссе, конкурсы рисунков. Каждый ребенок нам пишет отзыв об этой экскурсии и, конечно, благодарят сотрудников, много нового узнают. Что касается самой темы финансовой грамотности, как оказалось, жизнь взрослых для них не раскрыта. То есть родители им не объясняют эти темы, они первый раз узнают, что такое депозит, что такое паевые инвестиционные фонды. И, конечно, сотрудники с удовольствием отвечают на эти вопросы простыми словами. Школа будущего банкира открыта для всех детей города. Пятиклассникам из лицея номер 7 и гимназии номер 1 очень повезло. 19 марта им выпала возможность посетить учебный центр развития талантов Центрально-Черноземного банка. В рамках проходящей Всероссийской недели финансовой грамотности у нас это первый раз происходит в учебном центре. Мы пригласили детей пятых классов для того, чтобы они посмотрели, как же учатся сотрудники Сбербанка, что для этого делается, для того, чтобы любая организация развивалась, необходимы знания. И ребятишки, которые сюда пришли, мы им показали наши специализированные учебные классы. Мы рассказали о нашем Сбербанке, мы рассказали и показали детям про монеты, про слитки, про то, как определять подлинность этих монет. Детям я хотела бы пожелать, чтобы у них постоянно было желание, стремление развиваться, обучаться, узнавать новое и, соответственно, правильно распределять свои финансовые ресурсы, начиная уже с маленького возраста. Я считаю, как классный руководитель, что такие мероприятия должны проводиться, потому что дети, наверное, уже с маленького, даже уже с пятого класса должны знать или определиться с будущей своей профессией, понять, что им интересно, где они смогут впоследствии применить свои силы. И многие родители и дети заинтересовались, и сейчас из моего класса несколько человек ходят в школу будущего банкира. Сотрудники банка подготовили для ребят увлекательную программу. Многие школьники захотели в будущем работать в Сбербанке, а некоторых ребят заинтересовала школа будущего банкира. Я хотела бы посещать такие мероприятия, так как это очень интересно и очень увлекательно. И тут сплоченная команда, тут надо всем вместе работать. Один человек к одной цели будет идти долго, а целый коллектив будет идти быстро, и у него все получится всегда. На память об экскурсии у ребят остались подарки от сотрудников центра и теплые совместные фотографии. Специально для Сбербанк ТВ. Редактор субтитров А.Семкин